В Нинецком округе продолжается работа по оптимизации сельских домов культуры. На заседании администрации утвердили план реорганизации учреждений культуры Великовисочного, Телевисочного и Малоземельского сельсоветов. Оптимизация домов культуры в Нинецком округе проходит без сокращения. Сельские учреждения меняют правовой статус, сохраняя при этом численность штата. Реорганизацию семи домов культуры было решено провести по методике Министерства культуры. Согласно ей, в поселках с населением меньше ста человек работают отделы, если жителей больше сотни – филиалы. В итоге центром сети учреждений Великовисочного муниципалитета станет дом культуры села. В Ламожском будет открыт филиал, в Пылемце и Щелина – отделы. Как отметила Марина Смаровоз, реорганизация позволит сократить административный штат и увеличить количество культработников. При этом сокращений среди людей не будет. Они просто пришли, например, был директор дома культуры, стал заведующим отделом. Был директор дома культуры, стал просто в отделе художественные руководители. Таким же образом изменяет статус дом культуры деревни Макарова. Он станет филиалом социально-культурного центра «Престиж» в селе Тельвиска. Этнокультурный центр поселка Нальминос станет подразделением окружного этнокультурного центра. Два учреждения имеют схожие цели и задачи. В целом реорганизация позволит сэкономить порядка 580 тысяч рублей. Их планируется направить на обновление материально-технической базы культурных учреждений. Также на заседании утвердили проект изменения субсидирования оленеводства в 2016 году. Из-за корректировки федеральных ставок общий объём выплат сельхозпроизводителям будет немного снижен. То есть, если это по северному оленеводству, то это более 306 рублей на голову оленя, на любое голову оленя, которое существует в сельхозкооперативах наших. Также у нас есть денежки, которые пришли с федерации и добавлены окружным бюджетом. Это на племенное оленеводство. Это на сегодня каждое племенное хозяйство получит на условную голову 1833 рубля 04 копейки. Единовременные выплаты на племенное оленеводство получат 4 крупных хозяйства – Путелеча, Харп, Ерв и Ижимский оленевод. Два сельхозкооператива и все семейно-родовые общины, которые не являются товаропроизводителями, также получат средства на поддержку оленеводства – 142 рубля на голову оленя. Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».